ну собственно вот виртуальная реальность такая чудесная очень хитрая для анализа штука и очень приятная по ощущениям такой компьютерной симуляции компьютерные устройства которые возникли меньше 20 лет назад и позволяли пользователям людям ощущать себя в какой-то другой реальности ну скажем соответственно вы сидите перед экраном компьютера и видите идущим себя по коридору в пещере что-нибудь такое или чуть более поздние варианты когда стало понятно что эта штука и коммерчески выгодные психологически очень сильная до стали появляться шлемы виртуальной реальности костюм виртуальной реальности то есть огромное количество устройств которые позволяли вам симулировать набор ощущений чем не только конечно простых ощущения массу всяких и более сложных психологических состояний которых ну собственно вот в реальности как бы и нету да собственно виртуальная реальность оказалась такой второй реальностью и как только эти устройства достигли ну хоть какой-то степени совершенства выяснилось что эта проблематика попала в очень богатое и собственно старое поле но выяснилось что и психологи и философы и социологи много ну чуть ли не сотен лет обсуждают другие социальные реалии стали психологические которые вообще говоря попадают в этот контекст ну скажем игра да вот феномен игры когда вы играете погружаетесь в игру с головой и да вы не помните не себя не времени ничего вывод целиком в азарте собственно работа интересная работа в которой вы опять-таки ныряете опять та же метафора с головой до явление трудоголизма это вот чудесная пример того как вы подменяете одну реальность другой возможно более социально желательный чем там в играх но извините то такой же сильный вот соответственно любовь то в состоянии острой влюбленности это еще например того когда вот вся реальная реальность уходят в тартарары а человек живет какими-то другими состояниями но понятное дело что не только такие социально приятно стали желательные явления оказываются синонимичными виртуальной реальности ну скажем там наркотическая зависимость или соответственно погружение в секту сильную секту да это вещи того же порядка то есть выяснилось что виртуальная реальность худо-бедно как только вот технические устройства стали это позволять попала в очень сильный и сложный ряд явлений кстати я-то когда вот вспоминал наверное это все таки исторически не самый первый пример но один из самых первых примеров виртуальной реальности до компьютерной старый-старый был получен придуман построен таким очень очень своеобразным нашим соотечественником такой кораблестроитель академик крылов феерическая личность он много чего сделал это единство чек кстати у кого в собрании в сочинении наряду с сложными техническими статьями входят тосты вот прям вот-вот всерьез прям это как-то невероятно смотрится так вот он строил корабли на которых ставила новое современное вооружение пушки начала двадцатого века и выяснилось что надо учить матросов как стрелять конечно нужно учить на берегу потому что там уже поздно значит ставится пушка и нужно имитировать море и соответственно в прицел вставляется нечто неважно к устроена которая начинает колебаться вместе с движением пушки эффекты которые возникают феерически народ тошнился прямо на эти пушки то есть причем вы стоите твердо на полу вы держитесь руками вам объясняют что будет происходить ни на что не влияет вы тошнитесь вероятностью сто процентов вот виртуальная реальность вот собственно 1912 по год но как-то вот так вот и собственно вот когда эта проблематика вот уже в компьютерную эпоху то есть лет 20-15 назад наверно стало более понятный в общем стало понятно что ну вот компьютерными средствами смоделированы действительно очень важные психологические конструкции ну то есть вот вспоминая там скажем как он хайдеггера реальность бывает сильной и слабой слабая реальность слабая виртуальная реальность это когда вы помните что вы вне то есть вы куда-то вошли вы помните что это игрушка а сильная реальность когда вы теряете различие между ею и реальной реальностью ну вот сновидение да такой пример сильной виртуальной реальности спите вы или нет всегда не всегда но порой очень такой недвусмысленные важный вопрос развитие всей этой области дальше пошло чрезвычайно интересным путем ведь понятно когда эти технические устройства были сконструированы сильный эффект производит не только имитация другой реальности но это что такая реальность заставляет вас быть другим когда вы в компьютерной игре в шутере ходите и мочите извините за резкое слово противников вы сильный умный мощный успешный там тра-та-та-та-та или когда вы в состоянии там угольного опьянения приятного да соответственно переживаете опять свою красоту могущество благоразумие еще что-нибудь да это опять-таки вот психологический механизм который заставляет вас быть другим и вот современные варианты в этой самой виртуальной реальности которые вообще даже так не называются тогда это конечно же вот развитие вот этой линии когда технические устройства заставляют вас быть другим ну например вы одеваете некоторое специальное приспособление экзоскелет который помогает вам в вашем теле настоящим носить безумные тяжести да вы оказываетесь физически значительно более мощным причем точно мощным да когда вы несете тяжелый предмет очень трудно быть в манипуляциях строгим и точным экзоскелет позволяем делать поразительные вещи да причем с шуткими для обычного человека массами или ну вот так сказать военные разработки вы одеваете что-то типа ранца подходите к вертикальной стенке нажимаете кнопку и вас реактивная струя аккуратно поднимает там на 25 метров да это такой вариант карлсона причем простенький или там более сильный вариант карлсона вы одеваете крылья опять с некими реактивным двигателем или теряйте на участок вокруг горы пудзия мы до замечательный пример только что был продемонстрирован понятное дело что с одной стороны это чисто техническое устройство которое вам в чем-то помогает но теперь давайте сделаем следующие шаги вы падаете в незнакомый город достаете гаджет называете кнопку вам показывают карту и вы с вашим местоположением да вы нажимаете еще одну кнопку и вам показывают расположение кафе ресторанов музеев чего хотите на самом деле да вокруг вас вот этот вариант называется усиленный там enhanced реальность когда собственно вам позволяют с одной стороны много чего знать но это очевидный результат но с другой стороны опять ну самое противное ощущение на таком городе не знать куда идти ничего не понимаете тут вам все продемонстрировано вы опять умный успешный легко строящие планы и прочее 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 на 5 это все пока такие не самые хитрые варианты представьте что возникает некоторое техническое устройство чип который вам зашивается под ухо и который усиливает вашу память да собственно вот там шаги дальше понятное дело что оптимизация моторики ну движение до технически это понятно это будет сделано но вот шаги когда вам усиливать психологические возможности да вот это собственно сейчас активно обсуждается и насколько я знаю делать разные попытки чем повторяю я обсуждаю не химические способы воздействия химический способ воздействия на мозг и достаточно много вот и собственно их не трогаем но вот-вот-вот именно гаджетовые применительно к здоровому человеку эти вещи выглядят ну просто как до некоторой степени игрушка но ведь оборотная сторона этих работ она также очень важная для людей которые по каким-то причинам имеют ограниченные возможности для больных людей да это эти разработки являются возвращением в реальный мир ну собственно средства которые позволяют слепым лучше видеть глухим лучше слышать средства активизации анализаторов усиление анализаторов и ту же реальность вот собственно разработки совсем свежие когда целиком парализованный человек вот абсолютно парализованный может с помощью технического устройства выпить кофе сам делается интерфейс мозг-компьютер сложный достаточно который опирается на некоторые электро психологические ритмы и собственно это требует долгой тренировки пока это все пока стали разобрать но тем не менее дома который была парализована там чуть ли не 15 лет впервые технической рукой но как бы своей рукой выпила кофе то есть она потом рыдала просто ну то есть понятно что это сильное эмоциональное переживание когда вы после полной обездвиженности вывод соответственно получаете возможность но еще не полноценный но такие жизни да собственно вот вот то есть в этом смысле для людей с ограниченными возможностями вот этот психологический закон выявление каких-то ваших сторон сильных или каких-то дополнительных да он оказывается ну совсем простой то есть восстанавливаются нормальные психологические возможности понятное дело что и 5 ки в эту сторону шаги будут делаться неимоверные ну и собственно вот уже покрывая эти направления и кое-какие другие но появляются всем синтетические средства собственно ну там единственный реальный пример который я знаю а два знаю это google глаз да собственно когда вы одеваете очки опять-таки вам с помощью сетевых всяких технологий с помощью всяких хитростей с одной стороны демонстрируют некоторое ваше местоположение а с другой стороны огромное количество того что происходит вокруг вас и соответственно вот google глаз он позволяет не только ориентироваться и только видеть там скажем объекты вокруг вас да ну скажем видеть движение друзей детей соответственно смотреть как события локализованы ну там демонстрация идет по городу в котором вы находитесь а где она идет что происходит вот вот эти вещи которые оказываются чрезвычайно сильными по воздействию своими глазами не видел но вот люди которые в такого рода конструкциях принимали участие говорят что действует феерически и еще один сильный пример это опять-таки системы управления боем да вот военные когда соответственно начальник не очень высокого уровня про высокий уровень даже не знаю видят что происходит с его бойцами или с его подразделениями он видит не просто точки на карте он видит движение людей он соответственно может вступать с ним в коммуникацию он соответственно понимает их состояние ну хотя в бою какие состояния понятно мотивацию движения планы вот да то есть это вот такой но усиленный вариант военные игрушки только это не игрушка да тут все всерьез вот со всеми вытекающими последствиями если в игре вы можете перезагрузиться то тут все по-настоящему вот 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 этой поправки уже нету я думаю что есть какие-то еще вот устройство системы такого рода но я повторяю что вот судя по всему движение такое вот техническое невероятно и очень востребованная но при этом она сопровождается огромным количеством важных психологических последствий вот это регулярно как-то забывается игнорируется а психологические последствия здесь не представляется не менее то и более важными поскольку действительно мы конструируем немые ну собственно инженеры компьютерщики конструируют новую реальность и собственно возникает вопрос а какая реальность на самом деле лучше да собственно вот вот в такой ситуации при там полноте ощущений в бою или там при движении в какой-то сложной игре в городе в сложном взаимодействии да собственно вопрос надо ли возвращаться то есть в этом отношении прогресс будет конечно же есть и будет колоссальный но собственно вот подкладка психологическая и наверно всякая другая там философско-сологическая она должна активно обсуждаться иначе это устройство такого уровня совершенствовали мощности что они уже перестают быть просто техникой они становятся значительно более хитрыми сложными социально психологическими психологическими технологиями и и Субтитры сделал DimaTorzok